Грибцы Верхневолжья завершили спортивный сезон яркими победами. Так в городе Энгельс Саратовской области блистали наши юниоры, а в Венгрии тверичи боролись за Кубок мира. Обо всем по порядку. В репортаже Надежды Семеновой. Тяжелые старты позади, но эмоции все еще переполняют. Последние соревнования сезона выдались самыми ответственными и сложными, но первенство России нашим грибцам покорилось без преувеличения. У нас всегда был сильный экипаж от Тверской области. И мы, конечно, рассчитывали на лучший самый результат. Сборная Верхневолжья – 32 сильнейших грибца. Заняла второе общекомандное место, уступив лишь московской сборной. В копилке наших канаистов и байдарочников 12 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Заметно отличились девушки. Тверичанки стали самыми юными на национальном первенстве, но обошли более опытных соперниц. И пусть волнение перед стартом и было, спортсменки признаются, подвести напарниц не имели права. Кто-то нервничает или волнуется. Это уже очень плохо, потому что один человек может подвести других. И из одного человека может не получиться высший результат, на который мы рассчитываем. А путь к высшим результатам был тернист. Тренировочный процесс часто сбивался, да и отменили немало стартов из-за пандемии. Были пропуски тренировок, и приходилось тренироваться самостоятельно дома. Это тяжело себя заставлять, но все равно мы справились все. Впереди заслуженный, правда, совсем недолгий отдых. Они будут сейчас ходить в лес, бегать кроссы, так немножко отвлекутся от воды. А затем пойдет подготовка, и у нас в планах стоят в ноябре. Это марафонские дистанции, первый тур отбора, в юниорскую сборную, Кубок России будет проходить. А в это же время за тысячи километров от Саратовской области еще двое тверичей сражались за медали, но уже международной пробы. В Венгрии на пьедестал Кубка мира поднялись Дарья Харченко и Илья Первухин. Из-за отмененной Олимпиады именно эти соревнования стали самыми крупными стартами 2020-го. И золото после ковидного сезона действительно дорогое. Сначала не понимаешь как-то. Усталость прежде всего, то есть голова кружится, мышцы все забиты. Но, конечно, эйфория какая-то, радость, волнение, что выиграл. Хоть и понимаешь, что не самые те гонки, которым ты идешь на протяжении многих лет, но все равно любая победа на любых соревнованиях, она, конечно, радостная. Есть у спортсменов еще один повод для радости. Уже в октябре должно начаться строительство долгожданной базы на Тверце. Совсем скоро готовятся к покорению пьедесталов. Тверичи смогут в комфортных условиях. Надежда Семенова, Алексей Шевченко, Вести Тверь.